С этого кадра мы и начнем. Хоба! Что? Поймал мяч в прыжке? Вы серьезно? Что это вообще за создание? Непобедимая сила! Обалдеть! С самого высокого рейтинга в пятом... С самого высокого рейтинга в пятом здании Нагиса и Шира неожиданно уже появились проблемы. Что будет делать команда Z? Да, это уже проще простого. И как вы только умудрились промазать? Монстр! Подумали они. Да, и собственно мы дальше. И следующая глава. Глава 27. Кроме одного. Значит, Team Z. Это мы. Против Team V. Team V ведет 1-0. Они... Чтение у нас до упора? Да. Даже позже, чем до упора, поскольку мы сегодня на 40 минут позже начали. На 40 минут позже и закончим. Да, у команды Z действительно проблемы уже 8 месяцев. А с команды V Наги и его талант наконец раскрылся. Неужели у команды Z большие проблемы? Пам-пар-пам. Хороший гол, Наги. Именно так, как я себе представлял. Лео. Можно мне дальше бездельничать? Еще нельзя. Только если заработаешь еще 5 голов. А-а-а. Может хватит 4-х. Это чел 11-й. Кацураги. Как? Что это? Только что был за гол. Подождите. Как такое? А пролонг работает сегодня? Ну, он и так есть. Но думаю... Подними этот вопрос, пожалуйста, тогда 22-40 примерно. Мы там уже порешаем, что у меня там будет. Да, почему нет? Можно. Очень длинный паз сзади. К тому же он снижался по сильно закрученной траектории. Принять такой паз очень сложно. А, подождите. А мы это уже... Мы это уже вроде как читали. Мы это читали? Ну, ладно. Это будет типа рекапт большой. Да и еще окружали двое наших защитника. Райчи и Игагури. Не-не-не. Это... Да, это рекапчик будет небольшой. Это просто анализ того, что... Да, это эту главку. Этот разворот читали. Следующий уже не читали. Одна малейшая ошибка, и мяч оказался бы у нас. Но он, не снижая скорость, принял мяч в прыжке, при этом идеально его контролируя. К тому же забил прямо так, не подрезая мяч. Я бы никогда такой не провернул. В один момент он применил такие сложные техники. Обычному человеку такое никогда не повторить. Обычные люди. Вот они слева направо. Снизу вверх, точнее. У этот человек, у которого самый высокий рейтинг в пятом здании. Ай, еще пять голов. Как же лень. Нагиса и Широ. И мы сражаемся с кем-то подобным? Он волшебник. Да что же такое? Мы же изучали их защиту, его окружила. Если так пойдет и дальше, как вы прикажете его останавливать? Да это просто случайность. Он забил всего один гол. Мы сможем, сможем. Давайте наступать. Помолимся. Да, если проиграем, это будет конец. У нас нет выхода. Матч продолжился. Именно. Все, что мы можем, это играть в своем стиле. Вперед, Кунигами! Отлично. Длина моего удара 28 метров. Если я смогу приблизиться к воротам, шансы на гол возрастут. И он бежит к воротам. Если насильно продвинусь сюда, дальше проблем не будет. Еще 10 метров. 6 метров. 3 метра. Сейчас один обманный удар. Ты же еще не в зоне удара, не так ли? Мы тоже изучали вас, Кунигами Кинникун. Возможно, ссылка к японскому комику бодибилдеру на Каями Кинникуну. Что? Он предугадал? Стоять! Я тебя не пущу! Он и мяч удерживает хорошо. Еще разок. Давай, Наги. Сейчас они закатают 745 голов. Дает пас через всю карту. Global Sun Strike. Пас по той же трек, которой я считаю в прошлый раз. Остановите! Раичи и Гагури! Они такие бегут. Я буду рядом с ним. Раичи, иди вперед! Да, будто мы позволим забить нам дважды по одной и той же схеме. А пацан такой. Принял мяч. Он подскочил выше, чем в прошлый раз. Обратный прием. Да он явно мастер приема. Сейчас его можно отобрать. И он через себя забивает. И все такие в шоке. И Team V побеждает Team Z 2-0. Ну, еще пока не до конца, но все же. Серьезно? Что? Как же так нереально? Черт, это плохо. Уже 2-0. Неужели наш план полетел коту под хвост? Успокойтесь. Матч только начался. Нет. Мы вообще сможем победить? Главный герой очень расстроен. Эй, Кунигами, какого хрена ты потерял мяч? И вообще забил бы, если... Если вы не будете забивать, мы не выиграем. Играй серьезно. Хлебала, закрой. Я и так стараюсь. Чем наезжать, лучше бы защищали нормально. Да плевать, сделай уже хоть что-нибудь. Так, прекратите. Нам нельзя проигрывать в этом матче. Чтобы победить, необходимо играть на пределе возможностей. Именно. Мы не должны сдаваться. Помолимся. Никогда не сдаваться. Увеличим нашу верность Будде. У нас еще осталось оружие. Вперед, Чигири. Да. Чигири побежал, как супер-мега-быстрый летун. Один прямой пас. Со стороны. Отнимите. Рассчитываем на тебя, Чигири. Вперед, команда Зет. Чел просто мораль бафает. Мы проигрываем в численности. Я должен открыть путь своими ногами. Это только начало. Я ускоряюсь. И тут чел перегоняет его. Догнал. Он настолько быстрый. Да вы шутите. Чигири проиграл в скорости. Мы узнали о том, что он быстро бегает только буквально в прошлой главе. А тут он уже проиграл в скорости. Он дал пас через всю хату. Неплохо, Зантетсу. Его я буду опекать. Будет пас Наги. Черт. Если они забьют еще исход матча, будет решен. Я тоже иду. Не позволяйте ему пасовать Наги. Давай тогда ты, Зантетсу. Это же твоя территория. Дал пас Зантетсу. А, черт. Назад на Рухая. Если мы направим всех опекать Наги, он будет свободен. Ага. Это моя территория. И он такой, типа, бахнул с ноги. Никто не успел ничего. И в девяточку. Нет. Безнадежно. И я не чувствую, что мы сможем победить команду Ви. Просто как пас Сосов разорвало. Прости, Рео. А что значит территория? Даже если напялишь фальшивые очки, ума тебе это не прибавит. Тупой Зантетсу. Он даже не знает, что такое территория. Так вот и живем, ребята. Мы еще можем. Еще верность Будде. Еще сильнее верность Будде. В тот момент в команде Зет. Черт, это невозможно. Не было ни одного человека, кто бы верил, что необходимо продолжать сражаться, чтобы выиграть. Кроме одного. Совсем неплохо, неплохо. Становится весело. Команда Ви превосходит во всем. Перед лицом безнадежной разницы в силе встает юноша с улыбкой. Кроме него. Так, подожди, что? Перед лицом безнадежной разницы в силе встает юноша с улыбкой. Кроме него. Что вот это значит, кроме него? Вот что это? Хорошо, что команда Зет знает, где ее территория. Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Ты что такой юморной-то? Так, том 4, глава 28. Вот это уже свежачок. Тим Ви, Тим Зет. Эй, Рио. Огромная разница в счете. 3-0. Самый сложный противник. Команда Ви силен. Сможет ли команда Зет выбраться из пучи на отчаяние? Сколько мне еще нужно забить, чтобы пойти отдыхать? А, это он спрашивает. Сколько мне еще нужно забить, чтобы пойти отдыхать? Ммм? Ну, дай подумать, Наги. Челы такие, типа, стоят, депрессируют. А, ну, может и хватит уже. Похоже, они уже сдались. Ситуация такая же, как и с теми, кого мы побеждали до этого. Перед нашим непобедимым нападением они воспрянули духом. Так подожди, наоборот же. Они потеряли волю. Тупой сантецум. Так, чел там бежит. Я не знаю, что он... Что это бач... Это бачира. Неплохо, неплохо. Становится интересно. Что это с ним? Без понятия. Бачира? Ты что несешь? А? Ну, разве эта троица не чертовски крута? Я прямо воспылал. Чего? Стой, счет уже 3-0. Ты понимаешь? Нет смысла продолжать. У нас не шансы на победу. Что? Исаги. Уже в штаны наложил. Их не остановить? Какой хорошей бы не была защита. Это и вся причина их голов. Что-то вроде суперспособности. Тогда все просто. Нам тоже нужна эта суперособенность. И бачира понесся. Эй, он... Дебил! Не начинай так внезапно! Че? Че? Да что он... Это... Подожди, это он дал пас Исаги. Исаги, давай пас! Что? Но они изучили нашу стратегию. Поэтому мы и должны попытаться. Но уже скорее, иначе отнимут. Одиннадцатый летит. Черт! Дал пас. Это оружие. Что оружие, что уравнение гола. Победить невозможно, даже используя это все по максимуму. Забить им гол. Это значит преодолеть самих себя, не? Монстр внутри меня говорит. Момент полнейшего отчаяния. Это не то, чего нужно бояться. Пришло время трепетать от нетерпения. Бачира поехал. Бачира. А это интересно. Ну давай, Бачира-мигуру. Версус Микагирео. Окей, я прорвусь. Бачира дает демона. Стрекача дает. Хочу отметить, что они больше болтают, чем играют в футбол. Типа... Очень крутой дриблинг. Офигеть! Какие быстрые ножницы. Финт в дриблинге. Когда игрок приступает с одной ноги на другую вокруг мяча, чтобы сбить противника с толку. Угу. Налево. Нет, это обманка. На самом деле направо, да? Я тебя не пущу. И Бачира. Хоп! Останавливает мяч. Серьезно? Это закрутка. Рулетка. Я не знаю, что это такое. Просто набрасывают. Неймдроппинг какой-то. А он неплох. Зантетсу! Я не позволю тебе, челкастый. Версус Цурги Зантетсу. Быстрый очкарик. В скорости я тебе не соперник. Ну тогда пойдем на пролом. Поднял мяч в воздух. Хочет пройти с помощью петли? Если на раз-два. И если на раз-два, то у меня есть время. Поддел мяч. Внешняя ловушка. Влево. Вправо. Хоп! И он что-то сделал. Я не знаю, что он каким-то макаром просто прошел мимо человека. Эластико в воздухе? Суть финта заключается в том, чтобы показать защитнику свое намерение и двинуться в одну сторону, но в итоге рвануть в другую. Эластико в воздухе. Вот. Почему ты называешь бичару как-то по-другому? У меня дислексия, поэтому у меня вместо бичары получается бачира. А! Получилось! Я все лучше представляю, что делать. Простите. Этот опасный тип прорвался. Доворок. И еще три слабака. Три слабака. Вот они. Слева направо. Один на один его не остановить. Зажмите его втроем. Неплохо, неплохо. Все же мы здесь, чтобы стать лучшим в мире нападающим. Так что нужно победить кого-то вроде вас. Иначе это будет означать, что это наш предел. И пацаны такие, о, это что наш предел? Эй, хватит уже. Дай пас, дай пас. Бачира финтует. А наш главный герой стоит такой. Бачира, ты крут. Даже в такой ситуации ты играешь в футбол с таким весельем и задором. Хе, еще три. Так. Но Бачира все верно сказал. Мы наверняка больше никогда не сможем испытать это чувство серьезной битвы. Проигрыш, который означает конец всего. Два. Один. Если в моей футбольной жизни это последняя возможность сыграть всерьез, отчаиваться можно и после проигрыша. Полетели вперед. Мяу. Сейчас для победы. Наль. Перекинул вратаря. Истива. Ах ты. И прямо гол. Тим Зет. Вау. Бачира. Рабона. Удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. А, это... Да, это, короче, он сзади ударил. Позади опорной ноги. Все, я знаю, что он сделал. Даже я так забивал. Чисто 1v21. Да, да, да. Мой особенный. Видели? Мой особенный супергол. Бачира царь. Видите? Лишь играя за границу их возможностей. Все такие стоят. Спасибо большое, Олька. Все такие стоят. О, 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 шок. Становится голым. Разве не весело? Лишь игра. Не игра, а игра. А, кажется, команда Зет потеряла волю. Вас прянули дуком. Ага. Тупой зонтатсот. Говорит наоборот. Значит, это не конец. Интересно. Разобьем их и в пух и прах. Ах, как лень. После гола Бачира команде Зет вернулась воля к победе. Разбейте преимущество в 2 гола. Пам-пар-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бачира просто на стиле. Бачира забил. Догоните команду Ви. 3-1. О, Бачира, ты нереально крут. В одиночку забил гол. Особенный супер-гол за грани своего предела. Даже... Даже мне теперь кажется, что я смогу. Глава 29. Вспышка развития. Успокойся, Игагури. Молодец, Бачира. Преодолеть себя это не значит действовать безрассудно. Че, правда? Этот гол родился из оружия Бачиры дриблинга. Скорее всего, предел это и есть уравнение гола. Понятно. Что, 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 что? О, Боже, тут экономика пошла, ребят. Формулы. Обожаю. Формулы. Хер пойми, откуда взявшиеся. Пошло, пошел, 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 пошел футбольный матан в игре, где оно не действует. Уравнение гола. Вот оно. Это А на оружие Х ситуация равно нет гола. Оружие Х ситуация равно нет гола. Значит, это А, оружие, Б, ситуация, О, нет, гола, вот это перечеркнутое. Так. Оружие Х ситуация равняется гол. Новое уравнение. Вопросик на вопросик равняется один. Браво. Я бы дал Оскара по... Оскара по футбольной экономике, ребят. Ой, крыльчух-то какая. Ну, так и есть. Даже сейчас. Я лишь попробовал играть на озарение, и все получилось. Другими словами, нужно испытать нового себя. Ведь если каждый сам не выйдет на новый уровень, в этой игре победы нам так не... нам не видать. Так? Агась. Все заслушались. Это непросто, но это единственный способ победить в матче. Игра Бачиры изменила сознание команды Зет. Так. Еще 65 минут. Давайте еще один гол. Да! Нам необходим новый уровень эгоизма. Я найду. Уравнение нового уровня лично для меня. И чего вы внезапно взбодрились, команда Зет. Хотя недавно были в отчаянии. Это как-то бесит. Рево, ты что, злишься? Не особо. Просто не хочу, чтобы кто-то нарушил нашу снаги репутацию непобедимых. За все те полгода, что мы играем в футбол, игра продолжается. Гейм-рестарт. Играют в футбол полгода? Что? Офигеть! Они реально монстры. Вы серьезно? Я не хочу позволить им снова так же нападать. Райчи! Возьми Рео на себя. Ты чего тут раскомандовался? Чего? Заманим его в клешни. Я и ты со своим тел... И ты со своим телосложением. Открытое пространство пусть прикрывают Чигири и Гагамару. Перед Наги. Первым делом остановим его. Если не сможем, все повторится. Да, так и поступим. Будем защищать пятером. Поправьте расстановку. Чуваки метнулись кабанчиком. Черт. Позиция, на которой я совсем не могу играть в свой секси-футбол. Я вам покажу, черт! Но взамен, если мы продуем... Я вас всех нахрен прокляну, команда Z! Оскор. Ты пишешь Оскор, а я Пепега. Бесолид замаз. Это... Это мут мне на... Мут мне на один. Черт, он хорош. Оскор дикой. Злопамятные не пользуются популярностью за пастик. Захлопни воришку! Воспрянув духом. Не отступлю. Будто я позволю закончиться моей футбольной карьере в подобном матче, да еще и за... Да еще будучи защитником. Какой же он приставучий. Зантецу! Положись на меня. Я вновь проложу нам путь к воротам. Хрен тебе! На этот раз я тебя разнесу. Чигирихома. Аааа! Бежит! Я тут король скорости. Тупой очкарик. Ооо, осуждаю. Лукизм. Оскорбление. Дерг. Называешь меня тупым? Хотя мы даже не друзья. Вот сука! Тупица! Сказал тупица и убежал. Что за взрывное ускорение? Давай, наги! Центрирование? Будто... Я проиграю просто так. Хопа, выбил. Мяч. Ооо! Что? Я достал тупица. Чигири, класс! Хорошо задел. Отлично! Пас не удался. Эти челы смотрят такие. Он спиной к воротам. Сейчас мы сможем отобрать. И он что, с лету просто начинает бить? Да как он... С такой позиции он хочет забить с разворота? Нет, он просто в кабинет монаху подъехал. Пшшш! Просто... Пшшш... Пшш... Кабинетом просто ловят. Аааа! Ааа! Ааа! О! И Гагури! Я остановил его! Все правильно сделал. Хороший блок лицом. Аааа! Ну давай, челкастик! Недавняя просто случайность. Не думай, что сможешь постоянно прорываться в одиночку. Ага, знаю. Но сейчас все по-другому. Сражаюсь. Не только я. Время команде Z пробудится? Да. Кунига Миренске. Дал ему пас. Остановите его! Не дайте ему зайти в зону поражения! 28 метров. Если я смогу добраться до этого расстояния от ворот, повысится шанс, что мое оружие длинный удар сработает. Но еще далеко. Они изучили нас. Так просто не дадут пройти. Это просто неписи. Неписи. Игроки, которых даже имен у которых нету. Если я не перейду на новый уровень, гола мне не видать. Что делать? Что нужно для гола? Попытаться с помощью дриблинга пробраться в зону поражения? Нет, не выйдет. У меня сейчас нет этого оружия. Пас кунигами! Нет. Для нападающего пас это последний выход. Как я смогу перейти на новый уровень? А если это моя последняя битва, я... Где твои яйца кунигами? Сражайся! Ты ведь собираешься стать супергероем! И он такой... Исаги! Вот как. Да, именно. Если я хочу перейти на новый уровень, мои нынешние способности не прокатят. Один удар. Дальше, чем с 28 метров. Без предупреждения. То, что я еще не пробовал. Точечный удар. Изо всех сил. Если я супергерой, то поступлю именно так. И он просто с середины карты. Вз пушки бахает. И мяч так улетит. Мимо всех. Пулей, пулей летит. Длинный удар... Длинный удар с 30? Нет. 40 метров. Мощный. Но траектория простая, прямая. Без проблем смогу отбить. И мяч... Он выставляет... Выставляет кулаки, и мяч в конце такой... Под руками. Даже звук такой... Качнулся и нырнул. Непредсказуемые движения. Этот удар... Без вращения. Он просто спырабахнул. Просто спырабахнул. Спырабахнул через всю карту. И забивает с 30-40 метров где-то оттуда. Да! Изо всех сил рождает новый уровень команда Z. Возродилась из пепла. Team V. 3-2. Конец первого тайма. Последнего матча пятого здания. Хорош. Так. Счет 3-2. Голова 30. Предельный накал. Конец первого тайма. Раздевалка команды Z. Мы отстаем всего на одно очко. После гола Кунигами разница сократилась до одного очка. Команда Z пылает. Вон, я вижу, как она пылает. У нас получится! Удар Кунигами был просто нереально крутым. Ты бы хоть сказал, что можешь бить дальний без подкрутки? Наш супергерой Кинни-Кун. Нет, я сам труханул. Обычно, если я бью с расстояния больше 28 метров от ворот, перенапрягаюсь. Но в этот раз сосредоточился только на точке удара. Будто напряжения и не было. И тогда я будто поймал. Почувствовал свой новый гол. Ха-ха. И правда разрушил свой предел. Кунигами. Все так же, как было с Бачирой. Есть уравнение гола с использованием твоего оружия. И после долгой борьбы с ним рождается новое ощущение гола. Возможно, лишь за пределами твоих возможностей лежит эволюция эгоизма. Тогда что же есть мои возможности? Как я смог забить гол? Способность пространственного ориентирования? Наворачивание кругов? Если это наша последняя битва. Я хочу испытать нового себя. Стратегия пяти защитников дает свои результаты. Продолжим в том же духе и выложимся больше, чем на 100% этой битве. Да! Хоть стой, хоть падай. Я все закончу за через 45 минут. Захреначим еще один гол. А затем обойдем их к чертям. А вы работайте передовая. Победа будет за командой Z. Да! Победим. А, это раздевалка команды. Победим мы. У них одна стандартная стратегия. Защита и резкая контратака. Так что мы построимся под них и тоже изменим нашу стратегию. Это огневласая падла. Даже не знает меня толком, а назвал тупым. Не прощу. Так, держать тупой Зантетсу. Мы не можем проиграть. Да, Наги? Ага. Последний матч пятого здания. Вперед, Кунигами! Второй тайм. Кикок. Кикок. Кунигами побежал. Они стали больше остерегать, остерегаться меня. После моего последнего гола. До ворот более 50 метров. Бить отсюда слишком неразумно. Тогда Бачира. Ага. И сразу. Гагамару. Э? Сейчас? А, блин. Я слишком продвинулся. Ну и ладно. Так и пробью. И он в полете пяткой ударил. Что? Гагамару ты че? Что с Гагамару? О! Скорпион! Акробатический удар. Да, есть такой прием. И в жизни он выглядит достаточно забавно. Вратарь не готов. Черт. И че, реально летит в ворота? Есть. И Зантетсу тут как тут. Отбил головой. Прыгнул на штангу и отбил головой. Чего? Твою ж. И как это понимать? Ты еще и в защите играешь. Команда Вио тоже укрепила свою защиту. Подбирайте мяч. Есть. И Саги Йовича. Главный герой, Кста. Главный герой. А это не опасная игра? По-моему, так нельзя реально бить. По-моему, опасная игра, это если, типа, рядом с тобой игроки есть. Но я не шарю за футбол. Но, как бы, если рядом есть игроки, то ты так точно не можешь бить. Типа удар через себя тоже считается опасной игрой, правильно? Если подумать головой. Доворот 22. Нет, 23 метра. Пинать? На таком расстоянии может даже моя сила удара. Сойдет. И тут выбегает какой-то чел из команды Вио. А, черт. Перекрыл направление удара? Нет. Я не смогу забиться такими способами. И Саги сзади. О! Его обэта. Захватили. Что ты творишь, чертов Исаги? Не пытайся забить, когда играешь через жопу. Быром возвращайся. Черт, простите. Чего мне не хватает? Что нужно было сделать? Я смог подобрать мяч. Чисто! Подобрал хорошее место для удара. Но не смог ударить. Если бы у меня было такое оружие, как дриблинг, я смог бы создать шанс для удара, обойдя одного. Если бы у меня было тело, способное удерживать мяч, я бы смог насильно прорваться и ударить. Нет. Неверно. Нет смысла желать того, чего у меня нет. Подсказка к моему развитию есть только внутри меня. И думать, что я мог, а что не мог сделать, чтобы за оставшееся время вывести мое оружие на новый уровень? Да, ты никуда не годишься. Больше всех тявкал. Так чего же не ударил? Ты делаешь слишком много лишнего. Нагиса и Широ. И вообще, почему ты просто не сдашься? Почему вы, в отличие от остальных наших противников, вы все еще продолжаете наступать? Совсем дебилы? Я не понимаю. Если бы вам не было столько же таланта, сколько вас, думаю, я бы бросил футбол. Эй, ну расскажи, что заставляет тебя идти вперед? Хлебало завали гений. Не до тебя сейчас. И побежал. Влад ладошки. Побежал. И что это за существо? Вперед, Наги! Контратака! Окей. Кто, мать твою, сказал, что ты пройдешь? А? Чш, ты что, блин, сталкер? Ха! Да я тебя с потрохами сожру! И правда. Матч вышел таким, каким вы предполагали. Эго-сан. А, это они смотрят тут на на монитор. И правда. Матч вышел таким, как вы предполагали. Эго-сан. Ага. Как жарко. Победа или поражение? Жизнь или смерть? Лишь в этих условиях предельного накала можно воспитать эгоиста Анри-чан. Чтобы пережить борьбу насмерть, нападающему не остается ничего, кроме как желать эволюции. Именно это я и хотел увидеть. Ну же, покажите мне мои драгоценные таланты. Так чего, так чего же ты не ударил? Ты делаешь слишком много лишнего. Лишнего? Сможет ли Исаи добиться прогресса? Эгоист рождается только в реальной битве. Кто забьет следующим? Кто же? Время для пробуждения. Это он смотрит на Исаги и хочет... Так. Следующая глава. Типичная Дюзш номер 3 против Дюзш номер 6. Да. Блин, я, между прочим, во всех этих сенедах всегда меня это убивает. Они такие, типа, боже, у них у всех изначально левел такой, типа, как у мировых, чем мировых атлетов. Супер данные. Все, все, все. Просто супер идеально. Все они супер крутые. А потом оказывается, что все это время они играли в бронзовой лиге. Это просто жесть вообще полная. Там дальше будут ультра, мега, супер пипеги, которые там, ну, тупо колдуют над мечом. Телепатия будет просто. Телекинез меча. Вот просто скриньте. Вот-вот, это реально бронзовая лига. Да, бронзовая лига, при этом при всем, что там чел, там сколько, 40 минут на 20 километрах бежит. Мать твою за ногу. 40 минут на 20 километрах. Я до сих пор переводить это не могу. Я как человек, который просто бегает, я просто не представляю, как они берут. Как у них такие цифры. Битва команд 2 и Z набирает обороты. С другой стороны, что же задумал тренер Эго? Анри-чан. Ты знаешь, что такое пробуждение? Э, так. Например, когда внезапно просыпается суперсила. Ну, когда обычные люди вдруг становятся очень сильными. Типа, как суперсаян. Андрей еще и Драгонбол, Драгонбол смотрела. А, совершенно неверно. Так мыслят лишь идиоты. Тупые сиськи. Иди. Пробуждение. Это не внезапно полученное небывалый, получение небывалой и нереальной силы. Не происходит ничего такого сверхъестественного. Все это лишь воображение человека. А грудь-то здесь моя при чем? Который не добивался успешных результатов. Понимаешь? Пробуждение – это высшая ступень опыта и размышлений. Это мозаика. Не, ну тут все по фактам, да. Ошибаясь, пробуя что-то новое и вновь ошибаясь, но все равно стремясь к победе на пределе своих возможностей, только в этот момент кусочки мозаики, что были разбросаны, начинают собираться. И эгоист расцветает. Другими словами, пробуждение – это когда ты учишься на своих ошибках. Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши. Слыхали? Все дело восприятия Мне в 12 Мне в 122 тоже казалось, что Пацаны на районе техничнее, чем футболеры по телеку Пока сам однажды не сыграл Против них, тогда ты увидел разницу Не знаю, у меня никогда не было этой штуки С ощущением, что Футболеры Среди своих Техничнее, чем Челы по телеку Потому что там был тот же самый Роберто Карлос Пушка У него там был удар на сколько-то метров И все пацаны могли спокойно замерить свой удар И они прекрасно понимали, они не бьют, как Роберто Карлос Они размером еще как Одна ляжка Роберто Карлоса И поэтому они не бьют, как Роберто Карлос В футболе же Куча технических характеристик По которым ты можешь точно понять, что ты чмо Даем терминам новые названия, чтобы все это выглядело эпичнее Да Так Так чего же не ударил ты? Делаешь слишком много лишнего Лишнего, точно, это было лишнее Недавняя сцена перед воротами Секунду я потратил на размышления Бить или не Или нет И эта лишняя секунда позволила защитнику противника перекрыть курс для удара С помощью своего оружия, способность пространственного ориентирования Я могу предсказать место, куда пролетит мяч И рассчитать, на какой позиции шансы забить будут наивысшими Но Удар Если я не ударю, ничего не произойдет Избавиться от лишнего, чтобы забить Рео Правый фланг Мы будем защищать всеми силами А ты перегруппируй всех Тс, да я знаю Только вот этот сталкер Реально бесит Эй, ну ты чего? Может еще в полицию обратишься? Реально Реально офендер Это все Мы все это время носились как угорелые У него мотор в одном месте Пассы Дриблинг Скорость Признаю, ты во всем очень неплох Однако я нашел способ тебя остановить Приняв пас, ты первым делом ищешь найги Так, держай, Траичи Когда курс паса ограничен лишь найги, защищать проще Умру Но остановлю И вообще, ты больше не кажешься таким страшным, чертов кений Помолимся Без Рео ты ничего не можешь Собачка, что ждет команду Нет, не таунти Не таунти имбу Первое правило Первое правило Сюнена Не выпендривайся перед тем, кто может дать тебе трендюлей Нет Черт Тебя это тоже касается, Рео Без этого мальчика гения Ты просто выдающийся лошара Ах ты Ядрить он ему с локтя вдышло Команда Ви, десятый номер Микагирео За грубую игру локтем присуждается желтая карточка Правильно, так его штрафанули собаку Я играл в баскет 16 лет против дядьки 2.15 И он был суперскилловый Мне казалось, что он реально должен в НБА играть Типа в жизни это так же работает Люди, которые в НБА в тысячу раз лучше тебя И в сто раз лучше тех, кто лучше тебя Ну как бы тут такая ситуация Что воспринять нормально скиллуху оппонента Который тебя разваливает Как бог черепаху невозможно Тебе без разницы Тебе без разницы, кто против тебя играет Как, как, если ты играешь против него 10 матчей И все 10 матчей в сухую проигрываешь Ты не можешь определить, насколько он лучше тебя На голову, на две головы или на 10 голов Это, вы знаете, есть такое правило в шахматах Типа, чтобы стать сильнее Надо играть с тем, кто сильнее тебя Правило истинное Но если между вами большая разница То, когда тебя уделают как бог черепаху Ты не можешь нормально рефлексировать Чтобы хорошо прогрессировать Человек должен быть, который играет Против которого ты играешь чуть-чуть сильнее тебя Чтобы ты вот так вот потихонечку Поднимался наверх Нет такого правила в шахматах Нет, в смысле Это знаменитая фраза из древности Я даже не знаю, кому она принадлежит Но она просто обосраться какая старая И чаще всего ее цитируют шахматисты Википедия дат Роберто Карлос вообще неповторимый индивид У него мышцы на ногах от рождения были больше, чем у сверстников Таких вообще мало в мире Так, спорт высоких и исключительных достижений Это по большому счету история про невероятное стечение обстоятельств И невероятные физические данные И в нужное время и в том месте Есть такая штука, называется призвание И призвание выбирает человека, а не человек призвания В шахматах как раз можно Потому что есть объективные ошибки Но это то же самое, что играть против движка Не сказал бы ни Если разница слишком высока Ты ничего не почувствуешь Даже в футболе так будет Если разница между тобой и человеком Который против тебя играет очень высоко Ты не потрогаешь мяч Не потрогав мяч, ты не научишься им владеть Черт Давай бесись Я заставлю тебя сфалить еще разок И тогда ты сгинешь с поля Поставил мяч Тут же играем Давай уже, Блэд Принцесска Прорвись И Хюма такой Ну попробуй, принцесса Я быстрее тебя Я тебе не принцесса Если я не прорвусь мимо него Не смогу Забить ВС Зоун Поверну в другую сторону от его положения Если зайду за спину Даже с моей скоростью смогу прорваться Сюда Сюда Сюда, значит А, черт Реакция тоже молниеносная Вот как Скорее всего, его оружие Это Взрывное ускорение В такой ситуации Противостояние реакций Он быстрее Выигрышная для него ситуация Если продолжу Сражаться Теми же способами Мне не победить Подождите Недавно я же задел мяч То есть Я выигрываю в этом Если ее нет То нужно просто создать Ситуацию В которой я смогу Использовать оружие По полной Эй Там же никого Выдохся Мне На перегонки Со мной Какая дерзкая принцесса Я же сказал, что быстрее Я в курсе Тупой очкарик А? В ускорении Да Пробуждение Пробуждение Всегда происходит На пределе возможностей Например, когда ты встречаешь Кого-то, кто превосходит тебя Слабый заставляет Свои способности Засиять Тем самым Рождая новое уравнение Его оружие Взрывное ускорение На коротких дистанциях В 10 метров Мне не победить Тогда нужно заманить его Зантетсу Зоун Зантету Даже не Зантетсу А Зантету На длинную дистанцию Где мое оружие Проявит себя полностью 50 метров За 5,77 секунды В забеге На длинные дистанции Самая высокая скорость У меня 50 метров За 5,77 50 метров За 5,77 Это что вообще Ребята А какая А какая Скорость у чемпиона мира Мне горит проводка Ребят Компьютер Стрим скоро Компьютер догорит Стрим закончится Какая 50 метров Какой рекорд в мире Почти метр в секунду Мировой 5,56 Донован Бейли Да, да, да У Чела Олимпийский рекорд Олимпийский Просто Вот Наблюдайте Пожалуйста Хорошо что Шут таргет Ну вот же До конца игры Всего 30 минут И он пробивает Смойтесь мелочь Лучшим в мире Нападающим Станет Тим Ви Против Тим Зе 3-3 Человек Который возьмет Под контроль Этот Нарастающий Запал Наконец Равный счет Самый жаркий матч Подходит к своей Кульминации Ага Прикинь что Это в командах А и Б Трахангутаны Терминаторы Ну там разница На коротких Дистанциях Не такая большая Поэтому разница 0-2 Это дофига В смысле Разница 0-2 Это дофига Ты Че 556 Миллисекунд Против 577 Миллисекунд Это практически Идентичные Результаты Это прям Я не знаю Как ты Как бегаешь Ты Но я Дай боже За 10 секунд Пробегу 50 метров И то Сомнения Большие Очень большие Сомнения При этом При всем Я как бы Ну не то чтобы В ультра Форме Но я как бы Бегаю Побегиваю Понимаешь Ну то есть Это просто Трындец Это 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 Очень Очень Жопно Блюлок 4 Том 4 Глава 31 с половиной А почему Такое А это Уже Конец Да Бонус Ограниченного Тиража Первые Серии Бутцы Вратарские Перчатки Мяч Вачера Часто путает Вещи Надевает Чужое Мои штаны Понятно Нательный Костюм Носки Пижама Плесь Моется За 12 За 12 С половиной Секунд Так как У Игагури Бритая голова Он моет Все тело Мылом Рекорд по скоростному Мытью Всего тела Обновляется Каждый день А почему Лысая голова Это так удобно Типа Тазик Для ванны Шампунь Средство Для ухода Мыло Антисептические Салфетки Санитарно Гигиеническая Бумага Полотенце Стакан Со спортивным Напитком Бочонок Бутылки Чигири Очень долго Сушит волосы Тетрадки Ручки Соловые Приборы Палочки Кружка На каждой щетке Написано имя Гагамару Моя Гагамару Так криво Написал свое имя Что его трудно разобрать Раньше написал На щетке Моя Идеальный защитник Шампунь Не нужен Потому что Да понятное дело Суппорты Средства по уходу За обувью Щитки Футон Вот эти Футсуппорты Они Кстати Не ограничивают Разве Скорость Бега С момента моего дебюта Я все никак не могу похудеть Хи-хи Спасибо за предвидение Четвертого томика Спокон Джу Цу Тин Андрей Тян С ее Ле Гранде Буба Глава 32 Импульс Награда только после победы Ты ведь собираешься стать лучшим в мире Понимаю Спасибо Спасибо подрочил Что Какого черта 3-3 Что вообще творится А кстати Этот чел же Да реально А где он был все время Где он был все время Он же Он же где-то был Они кстати 10 в 11 играли Ему сказали Ничего не делать Да Но мы его даже не видели На поле Мы в 10 играем Врач сказал ему Сидеть на лавке И не вмешиваться Я и забыл о том Что он тут сидит Так Причем без меня В десятером Они играют Против лучшей Команды Ви Лучшей в пятом здании Против команды Ви Лучшей в пятом здании Как такое возможно Потому что они крутые А ты лох И чмо Не упустите волну Отлично Сравнялись Неужели у команды Зи И правда Есть шанс на победу Пацаны Потеют Что Что вы творите Команда Ви Играйте серьез Идиоты И не стыдно вам Проигрывать команде В 10 человек Придурки Реляун их опустил Стоят Опущенные Захлопнись Кусок мусора Последний матч Пятого здания 15 минута Второго тайма Гейм рестарт Будто я позволю Им вот так Отыграться Ни за что Им не проиграю Я Не игрушка Этих людей Забудь об этом Я не человек Который будет Довольствоваться Тем что ему дали Я не проиграю До тех пор Пока не докажу Что могу сам Заполучить То что хочу Ха Так боишься Продуть А тепличный мальчик Я буду первым Кто заставит Тебя проиграть А черт Из-за него Возможностей Для паса Становится меньше Зантецу Опекают Это красновласка И еще один защитник Нарухаю Даже прозвищем Не удостоили Да Попущен Нам не прорваться Через этот фланг Так просто Чтобы вывести Наги к воротам Я должен Оторваться От этого сталкера Только вот Одиннадцатый Постоянно стоит там Куда может улететь мяч Если я бездомно Пойду в атаку Мяч отнимут Нельзя дать им Обыграть нас Но Я не знаю Как дальше нападать Сейчас они Полностью захватили поле Все хотел спросить Как там в Грузии Холодает? Да Вчера было Двенадцать ночью градусов Сегодня Так жарко Что я целый день С открытым окном Сижу Да Пипец Зима Конечно Ужасает Вчера Комарика Летающего Поймал Ужас Калатун Невыносимый Блин Где мой телефон Надо посмотреть Сколько сейчас Какая сейчас температура По ощущениям градусов Десять Реально Пятнадцать градусов Ребят На улице О Блин Придется Зимнюю куртку Надевать Ужас Какой Как в таком Колтуне Можно жить Я Мы Снаги Проиграем До сегодня Придется Не купаться Рео Это Чел Увидел отчаяние Своего братишки И просто Метнулся Кабанчиком Рео В этот момент Наги Саиширо Сорвался с места Пасуй мне Наги Что это с ним? За всю игру Он впервые Начал действовать Самостоятельно Рео Я попробую Наги Да что это? Так внезапно Наступает! И Наги Саиширо Помчался У него было Такое оружие Как дриблинг И он Просто начал Финтить Он Собирается Обойти свечой Нет Хоп Между ног Провел Мяч Заставил меня Думать о свече А сам прошел Снизу Черт! Обманул! Давай Имамура Окей Я от него Не отстану И он Пролетел Дал пас Пас на фланг И здесь Зантетсу Мяу Черт Он отреагировал Быстрее Игра Наги Черт Изменила Ритм нападения Команды Зантетсу Перед воротами Сделай ту Противную штуку Впервые Ты попросил Меня о чем-то Наги Ты В этот момент Наги Саиширо Сам не знал Почему он побежал Но Впервые Увидел Увидев Рео В трудной ситуации И Остановите его И первое поражение Что тенью Следовало за ним За ними Дает пас Я не дам Ага Этот хочет Перехватить мяч Но проезжает мимо Просто взял И свищал Проехал Переключился Я начинаю Наги И он дает Какую-то подачу Какую-то хитрую Все в шоке И увидев Как быстро Развиваются люди Которых он считал Запарными Наги Саиширо Впервые Близко к краю Почувствовал Что за противная Траектория Это удар Или пас Будем подстраиваться По ситуации Будет удар Дыряй Блокируйте удар Как родилось желание И я хочу проверить На что способен Импульс Имя которому Интерес Наконец-то ему стало интересно А что за кроп такой What the fuck Почему так кропануло-то Слышь У тебя плечо оторвалось Почему такой кроп Почему такой кроп Дурацкий Ловушка Нет Но для удара Это же хреновая позиция И он что сделал И он бьет В этой ситуации Не только мы Наги Саиширо Отсюда С такого угла Забил Наги Саиширо Тоже пробудился Просто Просто Вот Вот как это Вратарь Я даже не знаю Как ты Вратарю Чтобы такое Просрать Ну типа Вот Камон Ну Вратарь Просто если бы На углу стоял Команда Дегенератов Короче Если бы Вратарь Просто здесь На штанге Стоял Все Этого бы не было Уже Вратарь Говно Тим Ви 4 3 Как же так Этот гол Для нас Тяжелая Ноша Ооо Наги Наги Упал Наги Ты Эйрио А футбол Оказывается Интересная Штука И Этот такой Типов Глаза По 5 рублей Жизнь Наги Слишера Была Наполнена Скукой До этого Момента Сколько Еще голов Забьем До импульса Шток Подтолкнул Все Понятно Главный Злодей Теперь Почувствовал Интерес К игре Все Таки Ооооо Вырвались Вперед Ура Глава 33 Трое наступление Аааа Кошмар А ведь Мы могли отыграться. Чтобы он по своей воле включился в игру, впервые такое вижу. Класс, выигрываем. В такой ситуации нет. Возможно, как раз именно из-за сложившейся ситуации. Мы умудрились разбудить огромный потенциал, что спал в гении, имя которому Нагиса и Широ. Черт, черт, у нас осталось всего 15 минут. Вот, надо отыграться, иначе мы в пролете. Что делать? Как его остановить? Наш чел аж побелел от ужаса. Теперь-то нам точно не предугадать действия Наги. Кунигами, ты можешь сдвинуться с передовой назад и присоединиться к защите? Окей, мне ведь надо помешать его свободной игре в центре поля. Если не забьет еще один гол, проигрыш будет неизбежен. Сила нападения упадет, но сейчас лучшей стратегией будет укрепить нашу защиту и выжидать подходящего момента. Вы там рехнулись, нападать нужно, идиоты. Нападать, нападать, еще раз нападать. Мы в центре, в центре мы с этим неудачником как-нибудь справимся. Атакуйте, райчи. Какое к черту укрепление защиты, а? Нам, мать вашу, песец, если через гребаных 15 минут мы не отыграемся. Смекаете? Наша атака работает. Против команды Вимы смогли заработать три гола. Потому что я, черт побери, играл в защите, которую терпеть не могу. Если мои труды попадут по псу под хвост, я вас всех урою нахрен. Нападайте до последнего. Время идти в атаку, кретины. Вы, мать вашу, нападающий, или кто? До конца матча 13.59. Все выдохнули. Еще один гол, Наги. Если заработаем еще один гол, победа точно будет за нами. Один гол. Верно. Единственный путь, который нам остался, это нападать. Я забью. Начинаем, Бачира. Но, чтобы забить гол, мне все, еще чего-то не хватает. Сейчас человек, от которого сильнее всего чувствуется запах гола, это, несомненно, Наги Сейширо. Теперь он начал двигаться по собственной воле. И его действия стало невозможно предугадать. Бачира ищет, кому отдать пас. Точно. Из-за того, что у нас всего 10, мы постоянно бегаем. Даже Бачире приходится нелегко. Эй! Да и после недавнего гола защита противника воодушевилась. Что делать? Как мне поступить? Что нужно сделать для победы? Как будет лучше? Дальше. Одному не справиться. Прорывайся с фланга, принцесса. Ага, он дал пас мимо. А почему он, типа, такой шокированный? Дал пас. В чем проблема? Он в шоке в каком-то? Ага. Положись на меня. Ну, давай, красновласка. Он сзади красноволосый. Теперь-то я тебя остановлю. Я отдам свою честь. Я верну свою честь, вообще-то. Тупой очкарик. Совсем не учишься на ошибках. И я проверну то же, что и в прошлый раз. В рывках он лучше меня. Но после разгона у меня скорость выше. Я прорвусь мимо тебя сколько угодно раз. Погнали! Черт. И он такой, типа, О! Что-то увидел. Неплохая попытка, тупой Зантетсу. Да ну. Прямо у меча. Нагисайширу. И я заберу его, уважаемая принцесса. Обыграли. Скорее, обрыгали даже скорее. Он предвидел это. Предвидел, что я вновь попытаюсь обогнать Зантетсу на длинной дистанции. Так, и этот смотрит на него. Как наивно, гений ты наш. Отбирать нужно раньше. О! Исаги! Его движение невозможно предсказать. Но его положение на поле я могу предугадать. Когда Чигири принял пас на фланге, возросла вероятность, что он вновь пьет мяч вперед, чтобы обогнать Зантетсу. Но до того, как Чигири достанет мяча, Чигири болт тачпоинт. Он находится в самом уязвимом положении. Вперед, Чигири! И если я прибегу точно в нужное место, уязвимая точка пропадет с поля. Я не дам им... Давай! Остановить тебя! Ля он красавчик! Замувил его, бодиблокнул. Умничка, Исаги! Потом я поглажу тебя по голове. А, черт! Как быстро! Эй, вы! Остановите его у ворот! Все путем! Нам хватает защитников! Ага, как же, идиоты! Правый угол полностью открыт. И он забивает, да? Бьет в угол. Ворталь касается мяча. И отбивает от штанги. А, нет! Выбил! Нет, еще нет. Из-за прорыва Чигири защита противника собралась у левого фланга. Но с другой стороны подстерегает Дикий Зверь, который может забить с любой позиции. Гагамару! Ударил! И... О! Куда-то он вообще в ад ударил. А, нет. Это кто-то отбил. Это этот отбил. Понятно. Черта! Ах ты! Даже так мы не можем забить! Нет. Там... Его территория. Я разнесу вас. Тройное наступление. Все, как я и предвидел. О-о-о-о! 4-4. Гол забивает. Трррррррррр. Тррррррррррр. Опять, кстати, такая штука. Интересно, чего вот произошло вот тут вот тут. как это типа и во время перевода так кропается о тем видим за 44 есть серьезно офигеть все так как я предполагал почему мое предположение сбылось когда бачир дал пас чигири . в которой я прибегу будет уязвимым местом по представлению дальнейшего развития ситуации в моей голове а это вот в таком порядке по представлению дальнейшего развития ситуации в моей голове . в которой прибегу будет уязвимым местом и стоит только прикрыть ее мяч останется нашим и тогда начнется наше тройное наступление я предчувствовал буквально видел это зная оружие товарищей я смог разыграть у себя в голове ситуацию с учетом условий игры и движения на поле и у меня все получилось благодаря моему оружию способности пространственного ориентирования именно вот так и нужно его использовать с помощью силы мысли и этих глаз я могу предугадать будущее на поле вот так вот пошло поехало благодаря этой способности я забью свой гол вот так вот может это разворот как когда одна картинка на две страницы да блинский магнитофон оригинал то все равно должен быть нормальный можно было просто же сдвинуть эту хрень и все было бы хорошо что это переводчики немножко накосячили принципе карапулю накосячили так что без разницы глава 34 как есть заявка на создание клуба футбольный клуб есть теперь все 11 человек собраны футбольному клубу старший кицу низа к дан зеленый свет цель победа на национальном не кон ты слишком высоко метишь раз уж мы играем нужно стремиться стать про представителями японии не давай уж возьмем возьмем как цель победу на чем сначала я просто хотел играть футбол вперед хороший пас кон есть о конрад эй вы опоздали серьезнее относитесь к утренним тренировкам да что вы творите думайте о своих позициях такими темпами мы даже до финала не дойдем 30 и вам не обидно мы же собирались на национальный неужели вы не хотите выиграть командой а эй так ты серьезно тогда заливал слишком паришься что да что с вами мы же говорили о национальном турнире представителях японии да мы же подыгрывали только ты думаешь что это возможно как такой слабой команде попасть на национальный ты перечитал манги это лишь мечты наша неизвестная школа вошла в массе восьмерку лучших на районных соревнованиях разве этого недостаточно это слишком тяжело куан играть с тобой футбол совсем не весело кон расстроенный а вот как получается только я всерьез занимался футболом я понял ну и плевать тогда не нужны мне больше товарищи господин кон ватару избранным игрокам есть человек который меня признал это место где я должен сражаться я не стану слабым человеком не способным исполнить свою мечту даже если буду один любыми способами я продолжу играть футбол ради самого себя осталось пять минут счет 44 водку он лох да ладно сейчас он сейчас он короче придет на последние пять минут все его простят такие кон короче бил и записывал видосы и грозился выложить их в интернет без него команда реально работала лучше да 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 вообще жесть хоть они играют десятером из-за того что каждый из них показывает свою максимум на поле забейте еще один гол дебилы они прорвались сквозь центр и разыграли сильное нападение в противовес этому команда ви начала проводить непредсказуемые атаки под началом пробудившегося ноги сайширо в такой ситуации победа любой из команд будет логичный нападение против нападения 50 на 50 и один последний гол решит исход матча но если все-таки выйдет ничья по финальным очкам команда z окажется на третьем месте что означает выбывание в первом отборе в таком случае лишь обладатель большего количества голов в команде пройдет дальше сейчас у меня на счету три гола но из-за последнего гола мы с кунигами сравнялись в таком случае в таком случае лучшего будут выбирать по количеству штрафных очков за нарушение правил но обоих их ноль тогда все будет решаться рейтингом бл и лучшие выживет то есть победа будет за мной пусть все остается как есть если не буду вмешиваться я останусь последним выжившим лучше оставить все как есть как есть вперед зонтеццо контратака я остановлю тебя прости красновласая принцесса сейчас у нас есть пробудившийся гений очень длинный пас для смены сторон длинная контратака твою ж на нашей стороне поля никого вперед вырвался вперед в одиночку наги назад назад нам же конец если он прорвется молодец зонтецу глаз алмаз я тоже думал об этом месте а это это я я тоже думал об этом месте сейчас на этом поле именно здесь наша слабая . исагиевич не позволю ему забить а мы часто встречаемся наги так просто не сбежит молодец исаги останови его если он тебя пройдет то останется один на один с вратарем нет скорее всего именно он первым добежит до мяча исаги field image vision если я попытаюсь подрезать мяч возрастет вероятность что он примет его и вернется поэтому я должен выйти немного вперед и перекрыть ему путь я должен потянуть время пока ребята не вернуться на нашу сторону а это не офсайд все в порядке там специально чтобы не было офсайта буддийский этот игрок всегда стоит просто в штанге просто в штанге чтобы всегда давать возможность врагам бахнуть офсайд кстати никогда не понимал правила офсайда по моему правила офсайда тупейшая мне кажется что офсайд надо убрать из игры есть успел внимательно следи за ногой которой он примет мяч мяч сзади следующее касание мяча станет ключом к атаке наги правая или левая давай же я не пущу тебя очень талантливое высказывание офсайд говно правило абсолютно тупое я уже затыкаюсь про то что большой футбол абсолютно страдает от фейков сайдов когда человек дает какую-то подачу а защитники просто заезжаются вперед чтобы оппоненту да сделать офсайд это просто ну чупакаб чупакабрное правило вообще в жопу его чилы играют наш комитет рассмотрит ваши тивы офсайд говно чего он принял спиной да как же ты он превзошел мои ожидания за секунду полностью обошел меня плохо очень плохо о конец мы проиграем озарению этого монстра остановите димон димон пупа пупуруру о все будет разрушена и кто его вы еще расскажите про офсайд по последнему игроку когда вратарь выходит и защитник получается последним подожди что подожди что такое бывает нет подожди в офсайдах же не учитывается вратарь в офсайдах учитывается защитник кто под кто поправит даже штука по последний офсайт по последнему игроку это как это это типа какое-то дворовое правило это херня ты какую-то херню придумал вас какую-то фигню играют при на дайте надо сходить короче с грузинами с местными футбас сыграть ясно не шаришь за правило но против него да нету этого тот кто забил тот и офсайд восхитительно современное определение офсайда звучит так атакующий футболист считается во вне игры если в момент начала паса партнеров по команде любая часть его тела кроме рук и предплечий находится ближе к линии ворот чем последний игрок соперника включая вратаря чем предпоследний игрок соперника включая вратаря то есть между если между ним только вратарь то есть если чел делает навес через всю карту навес через карту своему игроку и перед ним вратарь только остается типа такой пиум то мяч вне игры да все так и должно быть это правило говно если принимает такой мяч что пусть так и будет в момент начала паса это чувак побежал после паса так что не офсайд я видел сам своими глазами как на каком-то турнире чел челу далее челу дали пас через всего поля а он защитник сдвинулся и зачли зачли офсайд схватил руками и все-таки охренели что к он и пи пи команда 2 фол игра против правил в момент попытки забить кон ватару красная карточка удален с поля конты что ты а чёрт теперь вы можете продолжить сражаться не так ли до конца матча осталась одна минута он совершил суицид он бы если бы отсиделся там он бы вышел но он выбежал и совершил своеобразного своеобразный суицид то есть он пройдет дальше только если команда пройдет дальше я прощаем кона ребята прощаем прощаем его за такой поступок настоящий мужик прощаем капсом прощаем прощай он ватару красная карточка удален с поля ты цел ноги конах ты засранец остановите остановите его рио я норм успокойся рио получишь еще одну желтую карточку и тебя тоже удалят но вот облёдки что это за стратегия а мы будто в курсе сами хотели бы спросить эй к он ты ты бы выжил если бы не дергался с места тогда что это только что было да так сделал это только ради себя кон подожди но ты же сейчас у вас книгами ровно по три гола же что значит после красной карточки он потерял очки из-за нечет нечестной игры и теперь ниже кунигами получается если все закончится ничью или проигрышем он тоже попадет пойдет вместе с командой zed грустит заткнитесь уже и безвозная знаю на тело двигалось само по себе и вообще только попробуйте продуть все-таки лучшим в мире нападающим стану я уходит прощаем но лучше бы он с трубой вышел чтобы ноги больше играть не смог да кстати а бывает что-то больше черной красной карточки футболе что если игрок не фалит а просто вот прям начинает как в хоккей типа просто подходит и начинает так в кабинет просто прописывает игроку и чел ну просто у него заплыли глаза он не может играть все серьезно типа это тоже красная карточка я думаю дисквал из леген или на опор количество матчей удаление после удаления из игры по ip отстранение от игры в принципе по приказу организации футбольной не неси чушку он мог бы и не говорить мы несомненно победим лучшим в мире стану я не я мы не дадим всему закончится здесь для такие решительные только что буквально только что буквально просто за происходил абсолютно жуткий посос и они их просто спас к уон они такие тут же мы не дадим им пройти последний матч 5 здания второй time дополнительное время от и начинается ноги ты не пострадал нет все в еще три минуты и реал как будем защищаться осталось три минуты есть вариант не нападать бездумно разыгрывать мяч тогда мы закончим этот матч без проигрыша чего что вы несете у нас один вариант сокрушить их ну да они принципе если проиграют и ничем не рискуют так то если они проиграют ничего страшного не произойдет свести ничью свести в ничью игру с кем-то вроде них свести в ничью игру с кем-то вроде них равносильно проигрышу да еще один еще один мы тоже знаете ли не дадим всему вот так закончится свободный удар команды в бьет микагирео свободный удар чуть правее отворот примерно в 20 метрах если допустим гол при недостатке времени не фалите мне тут слышали мы уже не сможем отыграться еще один статик наги стохнем но защитимся все это чувствуют дополнительного времени не было бы если бы нику он время для нас уже должно было закончиться но она еще немного осталось как угодно но мы остановим их еще раз помчимся за голом стена давайте немного вправо вправо я остановлю их думай если бы я был на его месте даже если ноги сильно опекают чтобы не случилось я буду пасовать ему нет он может сделать вид что на самом деле а на самом деле дать по зонтецу куда черт он будет бить я не могу остерегаться и ноги и зонтецу одновременно ноги или зонтецу куда же нет стойте это же блюлок и он бьет поворотом чего даже близко а серьезно это не пас если ты эгоист наверняка попытаешься забить сам хопа и он контрит есть что законтрил кстати отличный удар был по моему это очень не берушка в основном классы мон подбирайте мяч и все-таки хреново он очень быстрый и они добиваю что ли бьет бьет но этот контрит контрит бьет и попадает ему задницу ах ты откуда это вам от нашей стены подбор он парит кто-нибудь коснитесь его раньше и ноги хватает мяч такой все таки а еще один остановите его и он начинает пробивать и кто-то танкует кто-то танкует кто-то танкует что кто-что что кто что делает нет никто не танкует они все пролетели руки попрятали стенку сенгу как это бахают и он перебрасывает его а и мяч аккуратно прилетает вратаря и начинает катиться в ворота еще не все и все такие что происходит гагамару и гагамару огромными шажищами догоняет догоняет мяч и выпины вает его вот это он длинноногий все в шоке он выпнул его через всю карту нет он отыграл его от штангу икон такой сбежали вперед и побежали и саги саги взял мяч симметнулись кабанчиком что ж это наш последний шанс и бичара тут как тут ворох существо атакует да есть такое глава 36 здесь и сейчас после этого розыгрыша игра закончится для победы нам нужен лишь один гол команда z назад назад команда ви остановим их и победим последний розыгрыш после отчаянной защиты началась последняя атака одна ошибка равна поражению один удар решит все и саги и ч я вижу чувствую вместе со мной стартовали еще трое бичара длин длинный длинно ударный и быстрый чигири хема кунига миренске и бачиро мигуру я чувствую запах голос трех линий сила моего разума и глаз приведет нас голу короче он получается лучший этот полузащитник не лучший нападающий это контратака последний рот последний розыгрыш если мяч отнимут мы в пролете остановлю разгромлю я должен справиться этот мяч я не отдам даже ценой жизни вперед бачира рассекай между противниками своим свободным дриблингом рассекает между противниками своим свободным дриблингом вот бачира вот бачира вот бачира три бачиры его схватили за плечо бачира противника пытается снять назад через фол сюда я буду подстраховывать его там сносят просто место не останавливать движение мяча отсюда по другому пути я вижу твой фланг прорвись своими ногами фух и он полетел тут аж 4 их закрываем втроем мы не пустим его на этом фланге на давай черт если я попытаюсь пройти дальше играть одному против троих как-то были к этому готовы чигири о исаги ты как всегда в нужное время в нужном месте мы с тобой вместе прорвемся что обход на двоих и он показывает что-то типа смотри другую сторону он переключился на центр он неужели использовал меня как приманку чтобы собрать защитников противника а сам собирается свободно прорваться все как все как я предвидел все получится доворот 45 метров я буду править на этом поле во что бы то во что бы то ни было гол забью именно я сосранец он он стоит такой писаги тот момент мое тело двигалось само по себе я решил и решился на серьезное нарушение правил не то чтобы спасти команду z просто я видел нечто важное перед собой важнее чем такая легкая победа с тобой тяжело разве этого недостаточно видишь ли ты прошлый я здесь и сейчас блю локи разворачивается футбол в которой я когда-то верил смотря как они ставят свою жизнь на кон как стремится к победе и я не собираюсь сидеть сложить сложа руки сказал он заорал он удаленный с матча так наш наш главный герой бежит до ворот 35 метров двое защитников нас тут нас тоже двое и он дает пас мы с кунигами разгромим их если сможем прорваться здесь останется лишь вратарь этот щел очень быстро налетает как-нибудь но достану зонтетсу тут как тут он еще быстрее чем я представлял подсекает не дает ему играть я не позволю тебе пробить длинный удар они потеряли мяч не дайте кунигами его достать есть если он выйдет за поле игра будет окончена хреново раичи он ну и выносливость я же сказал вам забить мать вашу всех порешаю даже давай чтоб тебя неплохо раичи и поймал мяч бачира бачира давай дай мне остерегайтесь центральной распасовки не дайте им пробить разнесите их я вижу в каком направлении двигаются чигири и кунигами бачира кунигами чигири чтобы получить пас от бачиры два противника попытаются их остановить а сбоку то место в 19 метрах слева от ворот да там именно оттуда я смогу забить гол и если я без лишних движений попаду туда окажусь полностью свободен один на один с вратарем мы победим давай бачира ты ведь все понял 9 оставьте мне почувствуй меня бачира почувствуй меня и бачира его чувствует чувствуете как он его чувствует вы же чувствуете как он его чувствует ибо чиро дает пас чё таки мне мне не мне и вот он летит через всю карту и летит кажется исаки я тебе я я верю тебе исаги в нашей последней атаке я доверю все тебе и у него аж черный огонь от него пошел пришел пас который я предсказывал бачира ты нечто приняв мяч я буду один на один с вратарем теперь осталось лишь осторожно забить я смогу я мы побе и тут за не чертила нет другой одиннадцатый номер что-то часто мы с тобой пересекаемся нет что ж такая-то напруга в жизни мужчины всегда есть место судьбоносной битве которую он не сможет избежать от их противостояния решится исход матча он запах гола пропал я ведь уже добрался до нужного места глава 37 последний фрагмент осталось принять мяч и забить только и всего так какого черта этот монстр здесь забыл сейчас на этом поле самую большую опасность представляешь именно ты не так ли черт что делать принимай решение место куда упадет мяч лишь на секунду но я прибегу туда раньше наги я первым коснусь мяча другими словами битва за первое касание все решит прием он зашел сзади на таком расстоянии если рассматривать ситуацию последующего последующую приему скорее всего наги выйдет передо мной и заблокирует курс прикрытие трап обычный прием не прокатит нужно делать как наги ударить прямо во время приема стоп мне разве получится так же с такими мыслями я только время потеряю нет это невозможно в голове не всплывает образ гола а ведь я уже приблизился к будущему на этом поле но не вижу будущего в котором мы победим нам конец тебе меня не победить захлопнись сюда и саги дай мне ни за что я хочу победить собственным голом и так подождите это у него мозаика разбивается в голове или собирается да по идее по идее не по идее он собирает да типа тут как-то не 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 подождите здесь как раз таки анимация нарисована так что они разбиваются в разные стороны разбивается мозаика мой гол именно исаги вспомни свой гол а это кстати исаги с белыми волосами вот как вот что это значило создайте уравнение с помощью которого вы будете блистать больше всего ты делаешь слишком много лишнего тот это совет нярлы о том как мне играть бисейбер просто не думай махай ага мой разум затуманил фрагмент под названием прием время на прием делает меня простым смертным на будущем этого поля боя этого поля но так не пойдет все теперь пазл собирается обратно и в самый первый раз когда я забил тот гол было в этих случаях нечто общее то благодаря чему я выжил в блюлоке не имея ни скорости ни силы ни техники последний фрагмент моего гола чтобы создать такое будущее где я никому не позволю догнать меня оружие способность пространство ориентирования умноженное на кусочек пазла равняется гол и это вот он этот кусочек пазла прямой удар просто прямой удар просто спыра бахнул супер оружие бах спыра ай ты молодец какой и он просто все-таки и он такой его сразу тени привидения и обмотали ну все это 100% гол летит и вратарь тянется и он уже падает c-c-c-c-c. полет Kim этот такой как бы не наступить на говноря Этот смотрит, валяется, и гол залетает в ворота. И все такие, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Это мое уравнение гола. Это момент пробуждения Исаги Йоичи. Тим Ви 4, Тим Зет 5. Хм, умничка. Вот это просто... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Запах гола, а что там? Снифа? Снифу, кстати. Ну тут плохая снифа, есть другая снифа. Давай другую снифу классическую, которая с пип, с этим. А где у нас поиск-то? Вот он, Search Profiles. Не-не-не, главное. Где у нас... Да факов. Switch to light, тем не-не-не, смайлы. Вот, снифа должна быть другая. У нас вот эта снифа, или вот эта снифа. Нет, должно быть с анимацией. Да, вот вроде вот эта с анимацией самая, но самая популярная. Ну да. Ты сейчас решил искать смайл? Да все нормально. Все, нам нужна снифа была. Держите снифу. Реально, что ли? Черт. Чел грустный стоит. Я проиграл. Этот чел схватил мяч. Рео. Время еще есть. Ноги, ты. Если мы забьем еще два гола. Пип-пип. Пип-пип. Матч окончен. Со счетом 5-4 выигрывает команда Z. Куон в шоке. Плачет. Это Сейширо. Эй, Рео. Вот что. Чувствуешь? После проигрыша в серьезной игре. Обидно. Следующие главы выйдут к пачке в начале июня. Победители последнего матча 5-го здания. Команда Z прошли первый отбор. И победители, и проигравшие обрели что-то новое, чем не обладали до сих пор. 11 человек под знаменем Z выжили. Хорош, просто хорош. Собакой получше как-то было. Этого стрёмного зеленого чувака даже ставить не хочется. В этом и суть. Он отвратительный. Он мерзкий. Так, сейчас. У меня надо банан и йогурт, чтобы напитаться. Напитаться. ПОДПИСМЕНТОН. ПОДПИСМЕНТОН. ПОДПИСМЕНТОН.